Всем привет, друзья! Ставки 60 тысяч рублей на матч в субботу. Через ставок здесь я выкладываю остальные в Телеграме, совершенно бесплатно. Это уже второе видео на матч в субботу на этом канале. Но у меня еще есть новый YouTube-канал, где также ставки другие я выкладываю, не те, что здесь. Ссылочку вы можете найти в описании, как на моем телегу, так и на новый YouTube-канал. Переходите обязательно, поддерживайте. Там тоже много крутых ставок и очень хорошая статья. Давайте начнем с первого матча. Это Бундеслига. Аукзург играет против Вердера. Для меня в этом поединке является фаритом Аукзург. Аукзург в последнее время, несмотря на поражение, в принципе, играет неплохо. Вообще, а турнирная ситуация? У Аукзурга 33 очка, они опережают у Вердера на 2 очка. Вылететь могут пока что еще и те, и другие, не обезопасили себя, поэтому мотивация будет невероятной и у тех, и у других. Аукзург в последнее время впечатляет меня больше, чем у Вердера. И в последних поединках они, например, зарабатывают очень много корнеров. Против Штулгерта 12 угловых, против Кельна 6, на выезде Сайнтерхана даже 5, 7 с Армении, 6 с Шальки. А Вердер это команда, которая почти всегда играет вторым номером. Я уверен, что на выезде против Кельна, несмотря на то, что Вердеру нужнее победы, я думаю, что все равно они скорее дадут инициативу хозяевам. И в последнее время соперники Вердера зарабатывают ночь много угловых. 6 Байер, 7 Лейпциг в кубковом поединке, да, 11 Унион, 7 Дорбинской Баруси. Да и в первом круге 4 угловых Кельна заработал матч против Вердера, а в прошлом сезоне, в домашнем матче, 5 угловых. Поэтому моя ставка угловые, не дадут Аугзурга больше 4, коэффициент 1,67, 3,5 тысячи рублей я ставлю. Ну и повторюсь, для меня в этом матче является фаворитом Аугзурга. Да, конечно, у них 3 поражения подряд, но в последних матчах, в целом, в некоторых из них, я считаю, что Аугзург не заслужил поражения. Уступили они 2-1 Штутгрунту, 2-3 дома Кельна, где, в принципе, пропустили два дешевых, таких быстрых гола. После этого почти отыгрались, немного не повезло им во втором тайме. Вердер же безобразно играет на всех фронтах. От Лейпцига вылетели в Кубка Германии в полфинале, в прошлом туре сыграли 0-0 с Байера. И в Бундеслиге у Вердера в 8 матчах ни одной победы, всего лишь одна оничает целых 7 поражений. Просто безобразие какое-то, и по игре команда тоже ужасно смотрится. Так что моя ставка в фору 1-0, коэффициент 1-89, 2800 рублей. Джену играет против таланта. С одной стороны, генуэзцы решили все свои задачи. Они уже не вылетят, но я надеюсь, что все-таки на таланту они настроятся. Я не скажу, что Джену меня впечатляет в последнее время. Они переграли 0-2 Болонию. Ну, не совсем по игре, поскольку у Болонии было огромное количество моментов. Там 11 угловых, куча ударов по воротам, но хозяева забить не смогли. А Джену, как обычно, забило. И до этого, может быть, они уступали 1-2 Сусоло, 4-3 Лацио. И вообще у Джену 4 поражения в 7 играх. Но в 10 матчах подряд они забивают. Они забивали на выезде и Ювентусу, и другим топом. А что касается аталанты, то, конечно, для них этот матч очень важный. Им надо набирать 3 очка. Они борются за зону Лиги Чемпионов. Но очень важный момент. У них в середине недели финал Кубка Италии. Это возможность выиграть трофей для аталанты. Это важнейший матч будет для них против Ювентуса. Поэтому какая-то ротация должна быть. Поскольку аталанты не любят играть по нескольку матчей в неделю. Они же тоже в среди недели играли. Бенеметов до 0 победили. И я против Джену ожидаю довольно серьезную ротацию аталанты. Беркомазки, кстати, пропускают по сравнению немало. 2-5 они переграли Паруму. 1-1 сыграли Сусоло и Рома. В 5 из 8 игру ОЗ проходит. И, кстати, в личных встречах в 67 матчах обе забьют. Ставка проходит. И на это я и поставлю за коэффициент 1.83 3 тысячи рублей. Важнейший матч в борьбе за выживание в серии Спец сыграет против Торина. Специя в прошлом туре до нас сыграла на выезде в Самдори. Вели по ходу матч, но победу удержать не смогли. Много пропускает Специя. До этого 1-4 на поле они уступили. 1-1 сыграли с Вероной и Интером дома. В 10 из 11 игр у Специи обе забьют. Ставка проходит. И, конечно, команда безобразно играет в выездных матчах, как правило. Но дома Специя очень недурно смотрится. Семи последних домашних матчей у них 3 победы. Три ничьи только одно поражение. Вот от Наполя они и Милан 2-0 бы играли, и Интер, повторюсь, не проиграли. Касаемо Торина, они схалтурили матч против Милана. Среди недели ротировали состав. В Белоте даже не играл. 0-7 уступили. И, ну, это противная история. Я считаю, что так нельзя, потому что Милан тоже там свои задачи решает. И нельзя просто так выходить и сдавать матч. Понятное дело, что против Специи таким образом у Торина будут шансы повыше, поскольку отдохнувшие футболисты выйдут. Но, знаете, футбольный бог, а он есть. Вот он не прощает такие истории, когда в одном матче вы, значит, его сдаете, по большому счету, да, а в другом пытаетесь взять свое. И я надеюсь, я очень верю, я очень хочу, чтобы Специя победила в этом матче Торина. Но поскольку Специя много пропускает, я думаю, что Торина все-таки как минимум зовет этот матч. Но в гостях против Специи Торина, даже будучи свежей командой, не будет очень просто. Вообще Торина тоже на выезде не лучшим образом выступает. И в последних матчах Торина вообще безобразно, на самом деле, играет. Там и Наполе не уступили, еле-еле обыграли Парму. Поэтому две ставки у меня. Первая, обе забьют, коэффициент 1,67, 3500 рублей я ставлю. Вторая ставка, фора 1,0 на Специю, коэффициент 2,23, 2600 рублей я ставлю. Римское дерби. Рома играет против Флацу. Даже невзирая на турнирные расклады, этот матч всегда будет горячим. Потому что это главный матч для тех и для других в сезоне, для их болельщиков. Поэтому Рома и Лацу будут в этом матче, как обычно, убивать друг друга. Но получится ли у Рома, большой вопрос. Поскольку у них огромное количество травмированных футболистов, особо никто не вернулся за это время. Приходится в последних матчах выпускать некоторых даже молодых, необстрелянных бойцов. И Рома уступил 3-1 Интеру. Моя ставка там уверенно зашла на тот поединок. Я говорил вам, что не надо обращать там на матч против Кратона, который они 5-0 выиграли на то, что Интер уже чемпион. Ру Рома, таким образом, 4 поражения в 6 матчах, лишь 2 победы в 9 играх. Рома в кризисе конкретно. Фансека, я уверен, должен уйти после этого сезона. Но при этом Рома немало забивает. Пропускает еще больше, посмотрим. Но и забивает немало. Семь из 9 матчей у них УЗ проходит. Касаемо Латсу, у них состав плюс-минус все нормально. Милин Крисович под вопросом сломал нос, уже перенес операцию. Но я думаю, что даже он должен сыграть в этом матче. Латсу, кстати, безобразно сыграли против Пармы. Наверное, все мысли были о матче против Ромы. 1-0 еле-еле на последних секундах. Латсу победил Парму. До этого 2-0 уступили в Ферентине, где в целом Латсу-то не хуже играл. Больше момент создавал, немного им не повезло с реализацией. Но, в общем, у Латсу по-своему тоже очень результативный матч. 4-3 Джену, 5-2 Наполе, 5-3 Беневенто. При этом команда все-таки лучше Ромы играет. И по результатам тоже 7 побед в 9 матчах у них. Да и в первом круге Латсу просто уничтожил Рому. 3-0, причем абсолютно по делу. Счет мог бы быть даже и более крупным. Поэтому в этом матче, я думаю, что, конечно, будет много голов. И Рому обязательно забьет. Но все равно Латсу является в арене. Две ставки у меня. Первая. Обе забьют плюс тотал больше 2-5. Коэффициент 1-73. 3200 рублей я ставлю. Вторая ставка Фора 2-0 на Латсу. Коэффициент 1-82. 3000 рублей ставлю. Ну и последний матч это видео. Дерби Италии. Ювенус играет против Интера. Ну и снова, как и матч против Ромы. Как и матч против других команд. Интер, после того, как они стали чемпионами, завышают на них коэффициенты. Это совершенно неправильно. Поскольку Интер частично ротировал состав в последних двух матчах против Самдории и против Ромы среди недели. Некоторые футболисты получали отдых. Все для того, чтобы выйти против Ювенуса и разорвать их. Несмотря на то, что они стали чемпионами, повторюсь, Конте сказал еще до матча против Самдории, что мы будем играть. Мы будем настраиваться на каждого соперника. И после уже того, как они стали чемпионами, они разгромили Самдорию 5-1. Ромы уничтожили 3-1. И на Ювентус Интер настроится еще сильнее, потому что это невероятно принципиальный матч для них. Практически такой же, как и против Милана. Ювентус в последнее время выступает не лучшим образом. Переиграли Сусоло 1-3. Хотя у Сусоло в первом тайме было намного больше моментов. И снова подкачала реализация. Там и пенальти не забили. Матч мог завершиться совсем иначе. До этого уступили 0-3 Милану. 1-2 еле-еле Удинеза победили. Тоже там не без везения. А Динанист играли с Ферентины при безобразной игре в первом тайме. В особенности. В 13 матчах подряд Ювентус пропускает. И я не сомневаюсь, что и Интер ворота Ювентус сможет забить в этом матче. У Интера в последних 15 матчах ни одного поражения. 13 побед, 2 ничьих. Так что 5,5 тысяч рублей разделил на 2 ставки. 3 тысячи рублей ставлю на индивидуальный тотал Интера больше нау за коэффициент 1.64. И 2,5 тысячи рублей ставлю на непроигрыш Интера за коэффициент 1.77. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Новый мой YouTube канал, залетайте. Там будет еще больше интересных ставочек. Ссылки найдете в описании. Увидимся в следующих видео.